Была проблема, был митинг под стенами горосполкома по вопросам мафов, малых архитектурных форм, и звучали обвинения в ваш адрес в том числе, обещали зрителям ваш комментарий по этому вопросу ответить предпринимателям. Что скажете? Вот обвиняли предприниматели в том, что якобы незаконно сносят, и через короткое время появляются на этих местах новые сооружения уже с новым собственником, не могут они решить этот вопрос, никак с вами не удается им связаться и договориться. Со мной решать вопрос не надо, потому что решать со мной вопрос это действительно коррупция, о которой так вчера говорили, и хочу обратиться к тем, кто об этом утверждает, это серьезное обвинение, мой адрес, и если есть такие факты, есть правоохранительные органы, к которым они вправе и должны обратиться, а если нет, то это чисто популизм. Что касается малых архитектурных форм, это позор города Днепропетровска, я так считаю, и как житель, и как первый заместитель мэра города. Сегодня город превратился в большой базар. Сегодня у нас все пьют пиво, потому что у нас море пива, у нас сегодня на каждом углу ломбарды, у нас на сегодняшний день уже ставят парикмахерские в малых архитектурных формах. При этом хочу сказать, что есть законная база и все основания для того, чтобы законно, не через Решалова, как некоторые подзаказные митинги делают, и пытаются перевести стрелки. Есть постановление Министерства регионального развития и архитектуры 2011 года, которое зарегистрировано в Минюсте. Пусть наши предприниматели внимательно его почитают. Там четко сказано, что единственным документом на размещение малой архитектурной формы или темчасовой споруды, как она называется, есть паспорт привязки. Это главный архитектор, который должен посмотреть и указать, возможно здесь или невозможно. У нас сегодня ставят на тротуарах, возле жилых домов. У нас нет сегодня санитарных нормальных условий. Люди торгуют мясом, колбасой без, извините, санитарных удобств. Это, конечно, вопиющие факты, тем более в такую жару. Вам известны факты, когда убираются мафы и появляются новые через короткое время, как утверждают? Вы знаете, одни и те же. Мы убираем одни и те же ставят. При этом, я в таких случаях говорю, на вору и шапка горит. То есть ставят тоже незаконно? Незаконно ставят, но, к сожалению, я с учетом того, что есть обвинения, я подготовил официальное обращение в прокуратуру области, в областное управление внутренних дел, в службу безопасности, для того, чтобы проверили работу нашего департамента, который непосредственно за это отвечает, коммунального предприятия, которое, согласно решению сессии, обеспечивает выдачу документов на соответствии данных решений. И потом мы рассмотрим и посмотрим, кто является или подходит под понятие коррупционер, и как должен быть нормальный порядок в городе в этом направлении. А какое время на рассмотрение этого документа даете? Потому что очень хочется послушать о результатах, а времени уже на сегодня у нас нет. Я хочу сказать, что это не от меня зависит, как будут рассматривать мои обращения правоохранительные органы. С другой стороны, я хочу сказать, что я буду делать все для того, чтобы навести порядок в городе Демитровске. Я с отчетом в течение этого года провел много встреч по жилым массивам. Люди не то что обращаются с жалобами, людей уже возмущают те факты, когда устанавливают киоски, малые архитектурные формы, как мы их привыкли назвать. Не знаю, кто придумал такую архитектурную форму. Это, извините, не архитектурная форма, это безобразие. И я буду делать все для того, чтобы наводить порядок в городе Днепропетровске, в том числе и делать... Мы сделали прекрасный проспект газеты «Правда». Вложено туда более 100 миллионов гривен. Отремонтированы фасады. Посмотрите, что сейчас на проспекте «Правда» делается. Переезжаем возле НТЗ «Интерпайп», есть супермаркеты «ТБ». Вокруг стоят, извините, то на кирпичах, то высокие, то низкие, то маленькие, то широкие, разные формы. В общем, архитектурные. Я вас поняла, на сегодня времени, к сожалению, уже нет. Приглашаю вас в следующий прямой эфир к нам. Расскажете о результатах. Я думаю, они будут... С удовольствием. Не так долго будем их ждать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.